доброе утро друзья отлично сегодня денек на улице жара и небольшой ветерок теплый сад цвету все продолжает цвести цветы опадают немного как снег очень красиво бересклет набирает яркие цвета зацвела у меня спирея спирея серая первый раз зацвела в этом году в прошлом году я посадила вот такие красивые цветочки здесь у меня сидит барбарис думал он погиб но нет смотрю листочки тоже начинают у него проклевываться думаю все веточки отойдут барбарис называется розовый аттракцион посмотрим что вырастет тоже в прошлом году и вы сажали начинает цвести сирене аромат какой голову кружит очень вкусно пахнет это вишня красавица посмотрите какая прелесть а а Субтитры сделал DimaTorzok Тут Чапка пришла в гости проведать. Чапонька, приветная хорошая. Приветная собака. Собака такая лохматая и веселая. Чапка, ты веселая собака? Веселая. Чудышко. Хорошая девочка. Вот у нас тут животинки как много. И на улице, и в доме. Вон Сиома гуляет. Воздухом дышит. Ставлю им сетку, чтобы запахи чуяли, птиц слушали. Вот здесь у меня елочки. Детский сад такой. Вместе они тут удобнее их на зиму укутывать. Пусть пока сидят, потом пересажу в нужное место. Вот некоторые елки, они прямо с середины сохнут. Не пойму в чем причина. Что-то им здесь не нравится. Вот именно вот этот сорт. Я даже не знаю, как он называется. Эта елочка, вот она же. Вот серединка сохнет у нее. А остальные в целом хорошо себя чувствуют. Вот эти даже с шишечками. Какая красивая. Вот эта вот красивая тоже елочка. Название не знаю. А вот эта тоже почему-то кончики сохнут. Игулочки сухие. Надо будет подкормить. Гортензия. Гортензия у меня даймонд рож. Прижилась все хорошо. Еще не цвела, конечно, потому что маленькая. Но здесь у нас стоит теперь вот такая телега. Телегу нам привезли вчера вечером. Сегодня вечером придут мужчины и заберут все наши кирпичи. Которые не нужны. Кирпичи и ломаный шифер. Так что можно будет уже навести порядок на участке более-менее. А я продолжаю посадки на огороде. Сегодня очистила еще одну грядку. Уже, наверное, последнюю здесь. Так, вчера посадила вот сюда помидоры. Помидоров у нас 8 кустиков. 4 одного вида и 4 другого. Но те, которые побольше, не знаю, видно вам или нет. Там, конечно, рассада уже в доме подвяло. Но дома отойдет. Ничего страшного. А вот эти малыши маленькие чувствуют себя хорошо. Ну, думаю, все будет хорошо приживеться. Накрыла пленочкой. Мини парничок. Здесь у меня огурцы. Так, и вчера еще я немного модернизировала компостную кучу. Здесь у меня была трава. Насыпала немного перегноя. Благо, у меня его теперь вон сколько. Везде пихать. И насыпала с ним. Посадила кабачки. Кабачки посадила двух видов. Грибовский и ролик. По три кустика. 6 кустов, думаю, хватит. В том году было слишком много кабачков. Так, и осталось мне засадить ту грядку. И вот эти вот две еще подготовлю. Сюда посажу лук. А, да, еще картошку останется посадить. На эту грядку я посажу капусту. Капуста у меня кальрабия. Пекинская. И фасоль. Фасоль кустовая. Два вида. Так, а картофель. Картофель я посажу вот на эту грядочку. где в прошлом году росли кабачки. Картофеля посадим совсем немного, чтобы чисто здесь свежие картошки покушать. Там я жгла бумагу. Старые коробки. Бочки вчера вечером ветра не было. Сегодня ветер, сегодня женщина. Вот так выглядит теперь мой огородик. Все, конечно, не доделан. Но все в процессе. И тут у меня огурчики и лук. Там уже сырники полезли. Плохо пропололу табакам. Там у меня картофель прорастает. Не знаю, видно вам или нет в конце грядки. С сырниками уже все заросло. Конечно, пора косить. Но пока я все посадки не завершу, косить не буду. Всему свое время. Субтитры сделал DimaTorzok Так, капуста пекинская. Много ока 50 дней. Сеют рядами через 30 сантиметров. Дальше. Капуста кальраби диаметром 7-9 сантиметров. Значит, через 10 сантиметров, наверное, можно сажать. Капусту посадили. Белокочанную я не сажаю, потому что мы не успеваем ее собирать. Присыпаю питательным грунтом, чтобы проще прорастать было семенам обрыхлой. И мне чем нравится, удобно. Видно, где посажено, чтобы по цвету отличается. Подписывайтесь на мой канал. Так, фасоль овощная, московская, белая, зеленая, стручковая. Сажать 10 на 20. Отлично. Фасоль она где-то вряд ли получится. В том году она сажала очень густо. В этом году у меня грядок много. И я не буду чистить. Здесь у меня подготовлены названия и понятия. Перепутала пакетики. Значит, капуста пекинская. И капуста кальрада. Три. Для чего я делаю бирки с названиями? Ну, во-первых, я еще не помню и не узнаю по листочкам, где что растет. Мне проще так ориентироваться. Во-вторых, очень удобно, когда приезжает Руслан, спрашивает, Олюшка, а где у нас то-то, то-то растет? А я ему, иди на огород, милый, там все подписано. И не надо идти показывать. Очень удобно. Очень удобно. И не надо идти показывать. Руслан, спрашивает, огород, милый, там все подписано. И не надо идти показывать. И вот так, вот так. И вот так, вот так. вот и все как говорится шанс дан все красота в конце грядки на свободное место я посажу бархатцы и красиво и полезно а на сегодня все надеюсь вам понравилось всем добра а